Прошу сохранять спокойствие и тишину. Двери закрыли? Приговор именем Республики Казахстан. 13 мая 2024 год. Город Астана. Специализированный Межрайонный суд по уголовным делам города Астаны в составе председательствующей судей Кульбаевой с участием коллегии присяжных заседателей, секретаря судебного заседания Осеновой, с участием государственных обвинителей, старшего помощника прокурора города Астаны Аймагановы, прокурора управления прокуратурой города Астаны Нурбекова, потерпевшего Амангильды, представителей потерпевшего Умаровой, адвокатов Уразбахова, Ишмаметова, Вранчева, подсудимых Бишумбаева, Байжанова, защитников адвокатов Кусаиновой, Рамазановой, Газымжанова, Интыкбаева, Секерова, защитников Нурлубековой, Кульдеевой, переводчика Мурсалим, судебного пристава Ибраева, рассмотрел в открытом судебном заседании с применением аудио-видеофиксации уголовное дело, по которому Бишумбаев Куандак Валиханович, 11 апреля 1980 года рождения, уроженец Казлардинской области, проживающий в городе Астане, проспект Туран, дом 5-6, квартира 7, имеющий высшее образование, не состоящий в браке, работавший советником председателя ТО «САПАЛ Логистик», содержащийся под стражей с 9 ноября 2023 года. Ранее судим приговором специализированного Межрайонного суда по уголовным делам города Астаны от 14 марта 2018 года по части 4 ст. 366 ч. 3 ст. 28 п. 2 ч. 4 ст. 189 по ч. 3 ст. 58 Уголовного кодекса 10 годам лишения свободы. Указом Президента Республики Казахстан о помиловании осужденных от 13 февраля 2019 года помилован. Срок наказания сокращен с 10 лет лишения свободы до 4 лет лишения свободы. Постановление Абайского районного суда города Шумкента 25 сентября 2019 года освобожден условно-досрочно на оставшийся неотбытый срок 1 год 3 месяца 13 дней. Предан суду по обвинению в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных пунктом 1 ч. 2 ст. 110 пунктом 5 ч. 2 ст. 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Байжанов Бахчан Амирханович, 8 августа 1990 года рождения, уроженец Южно-Казахстанской области, проживающий в городе Астане, улица Анет-Баба, дом 11, квартира 21, имеющий высшее образование, состоящий в браке, работавший директором ТО «Изи Парк», содержащийся под стражей с 11 ноября 2023 года, ранее не судим. Предан суду по обвинению в совершении уголовного правонарушения предусмотрена статья 432 Уголовного кодекса. Руководствуюсь ст. 387, 390, 393, 395, 398, 400, 401, 655, 658, 661 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан. Суд приговорил Бишембаева Куандыкова Лихановича признать виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных пунктом 1 ч. 2 ст. 110, пунктом 5 ч. 2 ст. 99 Уголовного кодекса и назначить ему наказание. По пункту 1 ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса 7 лет лишения свободы. По пункту 5 ч. 2 ст. 99 Уголовного кодекса 20 лет лишения свободы. В соответствии с ч. 4 ст. 58 Уголовного кодекса по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания окончательно назначить Бишембаеву 24 года лишения свободы. Признать в действиях Бишембаева согласно пункту 2 ч. 2 ст. 14 Уголовного кодекса опасный рецидив преступления. Отбывание лишения свободы Бишембаеву назначить в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Время содержания под стражей Бишембаева с 9 ноября 2023 года до вступления приговора в законную силу засчитать срок наказания в виде лишения свободы из расчета 1 день за 1 день. Байжанова Бахчана Амирхановича признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 432 Уголовного кодекса, и назначить ему наказание 4 года лишения свободы. Отбывание лишения свободы Байжанова назначить в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Время содержания под стражей Байжанова с 11 ноября 2023 года до вступления приговора в законную силу засчитать срок наказания в виде лишения свободы из расчета 1 день за 1,5 дня. Меру пресечения в отношении Бишембаева-Байжанова в виде содержания под стражей до вступления приговора в законную силу оставить прежний. Срок отбывания наказания исчисляется со дня вступления приговора в законную силу. Взыскать с Бишимбаева в доход государства процессуальные издержки за производство судебных экспертиз в сумме 2 306 382 тенге. С Байжанова в сумме 3 324 тенге. Взыскать с Бишимбаева фонд компенсации потерпевшим принудительный платеж в размере 30-месячных расчетных показателей в сумме 103 500 тенге. С Байжанова в размере 20-месячных расчетных показателей в сумме 69 000 тенге. Аресты наложены постановлением следственного суда 21 ноября 2023 года на имущество Бишимбаева в виде земельного участка по адресу город Алматы-Нарусбайский район МКР Каргалы улица Рауан 19, Дрюб 11. Недвижимое имущество по адресу Алматы-Бустандыгский район улица Аль-Фараби дом 53 квартира 7. Недвижимое имущество по адресу город Алматы-Нарусбайский район МКР Каргалы улица Рауан дом 19, Дрюб 11. Отменить вещественные доказательства. Автомашину марки Land Cruiser 200 белого цвета, госномер 686, находящуюся на коммунальной стоянке ДП города Астаны, возвратить по принадлежности осужденному Бишимбаеву или его близким родственникам. Жесткий диск с видеозаписью ресторана БАО, флеш-карту с аудиозаписью по поводу вызова в ресторан БАО, диск с видеозаписью с видеожетона выезда на место происшествия и задержания подозреваемого, видеорегистраторы 4 штуки, смс-переписку с Алмагомбетовой, смс-переписку с Мирбековым, диск с видеозаписями с камер наружного наблюдения в ЦКЗ Казахстан, скрин-переписки между Амангильдой и Нукеновой, между Ахмединой и Нукеновой, CD-диск с легализованными результатами НСД в отношении Бишимбаева, Байжанова, Нукеновой, DVD-R-диски с видеозаписью с пересечения улицы, сотовый телефон марки iPhone 13 Pro Max, принадлежащий Бишимбаеву, сотовый телефон марки iPhone 15 Pro, принадлежащий Нукеновой, серебристый ноутбук марки MacBook Pro, сотовый телефон Байжанова iPhone 13 Pro, хранить в материалах дела. Находящийся в камере хранения Департамента полиции города Астаны куртку черного цвета с логотипом Мурр хранить там же в течение всего срока хранения уголовного дела. Находящийся в камере хранения Департамента полиции города Астаны мужской пиджак черного цвета, брюки черного цвета, туфли мужские, часы электронные, свитер мужской, мужские брюки, кожаный рюкзак, спортивную сумку, кроссовки синего цвета, сланцы, шорты, футболку, возвратить по принадлежности Бишимбаеву или его близким родственникам. Трусы женские, смывы с веществом темно-бурого цвета, изъятые с помещения вип-зала, смыв на ватный тампон, окурки из пят сигарет, смывы с рук, с локтей Бишимбаева, ногтевые срезы с обеих рук Бишимбаева, смывы с обеих рук и ногтевых срезов потерпевшей Нукеновы, волосы, штатив металлический, рубашка женская темно-синего цвета, бюстгальтер и чулки черного цвета, куртку темно-синего цвета со вставками, бумажный конверт с лекарствами, аспирин, коробка из-под мази, бипонтен, кетанол, входная дверь туалета синего цвета, образцы крови потерпевшей Нукеновой, содержимое, мазка с влагалища, ротовой полости, заднего прохода, образцы крови Бишимбаева, четыре бутылки из-под игристого вина, бутылку из-под виски уничтожить, вещи потерпевшей Нукеновой, юбка женская, кожаная, пиджак женский, две рубашки, женские брюки, ботинки кожаные, сумку черного цвета, украшения Нукеновые, часы из металла желто-серебристого цвета с надписью на циферблате ролик, браслет женский, выполненный из металла, женское кольцо из серебристого металла, цепочку из белого металла, находящиеся под сохранной распиской у потерпевшего Аман Гильды, оставить по принадлежности у Аман Гильды, сотовый телефон марки iPhone 14, корпус золотистого цвета, поврежденный, передать потерпевшему Аман Гильды, сотовый телефон марки iPhone 14 Pro, принадлежащий Аман Гильды, сотовый телефон марки iPhone 13, принадлежащий Ахмединой, находящийся под сохранной распиской, оставить по принадлежности, сотовый телефон марки Samsung A71, принадлежащий Мирбекову, сотовый телефон марки iPhone 11, принадлежащий Алма Гамбетовы, оставить по принадлежности Мирбекову Алма Гамбетовой. Приговор может быть обжалован сторонами, пересмотрен по ходатайству прокурора в суд города Астаны через специализированный Межрайонный суд по уголовным делам города Астаны в течение 15 суток со дня провозглашения осужденными Бишимбаевым-Байжановым в тот же срок со дня вручения им копии приговора. Прошу садиться. Разъяснение судебного акта. Итак, вердиктом суда с участием присяжных заседателей подсудимый Бишимбаев признан виновным в совершении истязания в отношении потерпевшей Нукеновой, также противоправным умышленным причинением смерти Нукеновой, совершенной с особой жестокостью. Байжанов признан виновным в заранее необещанном укрывательстве особо тяжкого преступления, совершенного Бишимбаевым. Вина подсудимого была доказана показаниями потерпевшего, свидетелей, аудио-видеоматериалами, заключениями экспертиз и материалами уголовного дела. При назначении наказания суд согласно статье 53 Уголовного кодекса смягчающими ответственность и наказание обстоятельствами в обязательном порядке признано наличие несовершеннолетних детей. В этой связи в отношении подсудимых Бишимбаева и Байжанова суд признал данное обстоятельство смягчающим. Обстоятельством, отвечающим уголовную ответственность и наказание Бишимбаева, суд признал согласно пункту 2 части 2 статьи 14 опасный рецидив преступлений, а также совершение уголовного правонарушения в состоянии алкогольного опьянения. Вопрос о размере наказания был решен судей и присяжными заседателями в порядке статьи 656 путем открытого голосования с учетом большинства голосов. Вердиктом суда с участием присяжных заседателей, как уже было оглашено, Бишимбаев осужден по совокупности преступлений к 24 годам лишения свободы, Байжанов к 4 годам лишения свободы. Так, разъясняю для осужденных, для участников процесса, для потерпевшего. Вы имеете право ознакомиться с протоколом судебного заседания после вынесения решения по делу, имеете право подавать на него письменные замечания. Кроме того, в случае несогласия с принятым решением, вы имеете право обжаловать приговор суда в течение 15 суток со дня оглашения. А осужденный Бишимбаев и Байжанов вправе обжаловать приговор суда в течение 15 суток со дня вручения им копии приговора. Так, осужденный Бишимбаев, у вас имеются вопросы по приговору суда? Нет, не имеется. Осужденный Байжанов, у вас имеются вопросы по приговору суда? Да, имеется. Прошу. Ну и честно, вот за что вот, да, 4 года мне? Вердиктом суда с участием присяжных заседателей, с учетом голосования, было принято такое решение. Ну ладно. Вы как только получите копию приговора, в течение 15 суток имеете право его обжаловать. Невидного человека там. Так, потерпевший Амангель, у вас есть вопросы по приговору? Нет, уважаемый. Спасибо. Сторона обвинения, вам все понятно? Да. Представители потерпевшего, все понятно? Да. Защитникам все понятно? Судебное заседание объявляется закрытым.